всем привет меня зовут мила и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас новогоднее видео и в этом видео мы будем делать санта клауса у меня на канале уже есть одно видео где мы делаем рождественского оленя вот он кстати и второе видео где мы делаем зайца из ну погоди ну а сегодня попробуем разобраться санта клауса все лекала я делаю сама вот они у меня крафтовой бумаги ну и про вас я конечно же тоже не забыла ссылочка вас ждет под видео в описании внизу для начала нам понадобится это плиз бежевый это у меня остатки ткани еще с оленя и зайца все еще осталось дальше у меня это холофайбер вот такой вот также деревяшки которые я уже нарезала по размерам все размеры деревяшек я напишу в описании под видео а также все будет расписано в лекалах ну а все остальное я буду показывать и рассказывать в процессе создания нашего санта клауса уже не терпится приступить поэтому давайте все выкроем итак мы все выкроили вот это у нас будет туловище вот это вот мордашечка начнем я думаю с лица нам понадобится передняя часть головы передняя нижняя часть головы нижняя губа на передней части лица нам нужно нарисовать вот эту вот линию идем примерно и теперь нам нужно пришить сюда нижнюю часть лица переворачиваем подкладываем к этой линии и самое здесь важное что когда мы будем пришивать вот сюда нам нужно все это присбаривать чтобы не было складок для того чтобы у нас было более выпуклая здесь щека поэтому мы все вот это вот присбариваем только без складок сейчас я прошью и покажу вам вот так вот у нас все это дело получилось складок нету чтобы было еще все свободнее и ничего не мешало здесь мы сделаем небольшие рассечки только аккуратнее не нужно резать строчку теперь нам нужно здесь сделать не до конца строчку вот у нас в лекалах отмечено примерно это нужно сделать прежде чем мы сделаем эту строчку нам нужно сделать нижнюю губу вот таким вот образом здесь вот оставляем побольше места для того чтобы нам когда мы будем прошивать угол удобно было прошить у нас должно получиться вот так должно получиться ну и вот такое вот у нас вот здесь тоже нам нужно будет присобрать чуть-чуть вот так вот и проложить строчку оставив здесь место потому что здесь мы отсюда будем набивать щеку и с этой стороны то же самое вот так вот так вот у нас получилось видите здесь строчка у нас также мы зашили вытачки сверху и отсюда снизу теперь нам нужно прошить эту вытачку и снизу тоже вот так вот готово это у нас задняя часть головы теперь нам нужно соединить переднюю часть головы с задней совмещаем совмещаем вытачки и вокруг прошиваем выворачиваем вот так вот мы пришли выворачиваем у нас вот за это вот нижняя часть должна оставаться открытой мне кажется очень похоже теперь всю эту голову я набиваю холофайбером точнее не всю а половину головы и щеки все половина голов у нас забита пока свободненько но подойдет нам нам нужно наполнить щеки так как вот здесь вот мы оставили небольшое отверстие как раз через него мы и будем впихивать туда холофайбер какой-то он страшненький получается ну ладно я надеюсь все это мы исправим ну на крайний случай все закроем бородой посмотрите вот такая вот щечка получилась голова еще свободная но мы потом ее добьем холофайбером теперь нам осталось другую щечку также забить ну вот я думаю достаточно теперь нам нужно чуть-чуть еще добить но все равно чтобы оставалось еще свободное потому что нам нужно будет натянуть сюда деревяшку я думаю достаточно теперь нам нужно заняться нижней губой мы еще вот сюда вот совсем чуть-чуть забьем холофайбером потому что будут усики и дальше нам нужно сделать нижнюю губу для этого нам нужен горячий пошла я за ним нагрелась для начала нам нужно закрепить вот здесь вот флисовый кусочек нужен маленький теперь на шов нанесем немного горячего клея и приклеим вот сюда на ткани нужно вот на эту основу получается теперь вот вот сюда нам нужно засунуть кусочки флиса теперь у нас внутри есть наполнитель флис как можно больше набираем сюда клея горячего и приклеиваем все это дело и сразу пока горячий клей формируем такую выпуклость такую губу вот видите что получилось это у нас будет нижняя губа здесь будут усы поэтому у санта клауса обычно на нижняя губа немножечко поэтому я приняла решение сделать на основе только нижнюю губу здесь у нас вытачка которая формирует подбородочек сюда нам нужно будет немножечко совсем чуть-чуть забить хеллофайбером все вот это мы закроем потайным швом ну что ж голову санты мы откладываем и нам нужно сделать носик кстати тот который я показывала в своих историях в инстаграм вы угадывали что это вообще им наверное 99 процентов людей угадали что это нос поэтому кстати подписывайтесь на мой инстаграм там много чего интересного поэтому переходите подписывайтесь я вас там жду так вернемся к носу нам нужно для того чтобы сделать этот носик бежевой нитки ручная игла ручной иглой прошить большими стежками для того чтобы потом собрать набить туда внутрь холофайбера и еще раз натянуть то есть нам нужно вот так вот его натянуть нитками сейчас для этого мы закроем вход сделаем просто закрепку формируем треугольник такой скалываем вот прям сзади ну где-то наверное 0,5-0,7 сантиметров расстояние и обратно выходим теперь натягиваем потом второй раз туда же только теперь нам нужно не по горизонтали а по вертикали стежочек сделать и так же натягиваем делаем закрепку и второй вторую ноздрю горизонтально и натягиваем после этого еще раз туда же только теперь уже не горизонтальный стежок делаем а вертикально и натягиваем здесь мы наверху пальцами прижимаем вот так вот чтобы у нас остались треугольничком в общем здесь примерно как-то вот так этот нос нужно будет вам самим формировать как я вот сейчас вам показываю и потом весь этот нос нужно будет пришить тайными стежками и вот что-то вот подобное мне дальше нужны две вот такие вот детали это у нас веки мы их сейчас будем вручную пришивать голове сшивать голове сшивать голове сшивать голове в этой части сшить голове сшивы 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 Так, я теперь закрываю подбородочек. Также все потайным швом. Набьем немножечко холлофайбера еще. Мы будем постепенно наполнять ее, чтобы нам можно было потом деревяшку туда просунуть. Так, нам теперь нужно усы как-то приклеить, пришить и брови. Для усов и бороды, и бровей я купила в Leroy Merlin вот такую бороду кудрявую. И будем ее теперь делить. Я примерно уже поняла, что нам нужно будет отрезать здесь. Она вот на такой вот сеточке, поэтому нам будет удобно ее отрезать. Из-за вот этого нам нужно будет сделать сейчас усики. Как-то ее подкрутить и лишнее отрезать, наверное. Или не надо было отрезать? Будем приклеивать максимально близко к носу. А потом максимально близко к носу. Так, теперь брови. Я думаю, верхнюю часть вот эту как-то ее уложить. Может быть, это под шапку будет вот эта часть. Ой, по-моему, симпатичная. Ну, слишком высоко. Вот как-то так. Вот так. Я ее думаю, потом лаком просто для волос хорошенько уложу. Посмотрите, что получилось. По-моему, уже не страшненький, да? Уже такой миленький. Прежде чем всю бороду и волосики все это приклеивать, и с глазами мы тоже чуть попозже закончим, мы откладываем это и приступаем к туловищу. А точнее начнем мы с ног. Так же, как и с оленем, начнем мы с ног, все подготовим, потом бедра и натягиваем туловище. Но для этого нам нужно подготовить все ноги, все сшить между собой и туловище тоже сшить в выточке и ножке. Для ног, для уплотнения, мы возьмем сейчас синтепон и вырежем такого же размера, чтобы они были такие пухленькие. Одежду мы будем шить потом, позже, когда мы закончим со всем Санта-Клаусом. Я сделала так для того, чтобы можно было каждый год Санта-Клаусу, если вам захочется, шить нового цвета, нового дизайна, наряд. Мне кажется, это здорово. Поэтому вы сможете просто снимать одежду, сшить другой и одевать Санта-Клаусу в новый наряд. Мне кажется, это круче, чем мы бы все сшили туловище сразу из красного. Ну, я не ищу легких путей. Готово. Нам нужно сложить одну деталь ног из флиса и синтепона. Вот так вот. Складываем пополам, лицом к лицу, вот так вот, внутри лицо. И проложить строчку. Так же, как и здесь. Готово. Выворачиваем. Готово. Вот наши детали из деревяшек. 27 сантиметров длиной. И толщина 3 на 4 сантиметра. Это у нас детали ног. Нам нужно все это просунуть туда. Готово. Это теперь пока откладываем. Нам нужны детали ног остальные. Две детали вот такие вот. И четыре детали вот такие. Сшиваем их. Готово. Ставим здесь рассечки. Вот так вот. И вот здесь. Дальше нам нужно соединить все это с дном. Более округлый здесь вот. Это у нас вот этот вот кончик. Прикладываем. Сшиваем. Вот они у нас готовы. Поворачиваем их. Теперь все это дело откладываем. Нам нужно ноги соединить со ступнями. Нам нужно просверлить здесь отверстие. И здесь тоже самое. Потом вкрутить саморезы. Я выберу номер 3. Теперь мы сможем надеться. Ногу из флиса. Наполнить и закрыть все ручными стежками. Так, а дальше у нас туловище. Вот у нас детали туловища. Нам нужно соединить выточки. Здесь и здесь. Потом их сложить лицом к лицу. И прострочить вот так вот. Нижние выточки, кстати. Вот. Вот эти вот. Нам нужно будет сшить только вот здесь немножечко. Это мы оставляем для того, чтобы засунуть ноги. Вот так вот мы все это дело соединились. Мне кажется, я даже чуть-чуть мало оставила. Поэтому можно распустить. Потом дозакрою вручную. Чуть-чуть для того, чтобы пройтись здесь швом. Сначала проставим рассечки вокруг. Теперь выворачиваем. Вот здесь вот, где идет более круглое, широкое, это у нас будет пузо. Поэтому надеваем на ноги правильно. Кстати, я неправильно сделала, что спереди я до конца расшила машинкой. Поэтому я сейчас распущу, чтобы мне было удобно соединять бедро, скручивать саморезы. Вот так вот. Надели одну ногу. Вторую ногу надеваем. Вытаскиваем детали из флиса ноги. Вот так вот мы вытащили. Нам нужно будет прошить это все вручную. А потом мы будем уже соединять с бедром. Нам нужно просверлить деревянная деталь 20 на 6 сантиметров. Это у нас бедро. Нам нужно просверлить по центру. От краев отходя 4,5 сантиметра. Всего должно быть 3 отверстия. Также сразу с одной стороны просверлим деревяшку. Мы возьмем саморезы длиной 3,5 сантиметра и соединим бедро с ногами. Перед этим нам нужно соединить вот это вот туловище. С этой стороны, с обратной стороны. Вот такой вот у нас молоточек получается. Теперь мы можем соединить с ногой. Теперь надеваем туловище. Перед этим сюда наполнен холофайбером. Кусочками флиса я глаживаю углы. Дальше нам нужно закрыть наше пузико. Потайными стежками закрыть вот эту вот часть. Ура! Мы закончили. Вот такой он будет пухленький у нас. Нам нужно соединить туловище с головой. Потом вшить наши руки. Кстати, я их уже подготовила. Ставила место, откуда мы будем выворачивать все это дело. И наполнять холофайбером. Ну какой симпатичный ты получился, правда же. Внутри мы немножечко раздвинем холофайбер. И надеваем прям до конца, до макушечки. Заполнить немного вот сюда вот в шейку. И теперь нам нужно все это потаймить. И теперь нам нужно все это закрыть. Очень хорошо вот здесь на пальцах забиваем. Очень туго, чтобы было. Привет! Готово! Насквозь будем пришивать длинной иголкой. Вот такая вот у меня иголка есть длинная. Здесь у нас идет заужение. У нас получается нет плечиков. Потому что мы будем пришивать руки и тем самым у нас образуются плечики. Мы возьмем вот такую вот толстую нитку. Сделала закрепку сначала на руке. И протыкаем. Обходим деревяшку, которая у нас идет здесь, по центру. И выходим примерно вот здесь. Вторую протыкаем. Сравниваем со второй, чтобы у нас было на одном уровне все. Берегите пальцы. Сильно натягивать не будем. Теперь нам нужно сделать закрепку. Мы где-то два раза прошлись. Я думаю, этого достаточно. Я теперь вышла отсюда обратно и вышла отсюда. Теперь мне нужно сделать закрепку. Я просто вот так вот прокручусь. Сделаю закрепочку. Я сделала вот такие вот зрачки глаза из ниток. Из белого фетра вырезала по контуру глаза. И примерно будет вот так выглядеть. Мне кажется, это лучше, чем вот это вот. Самое главное, что он не стал злым из-за взгляда. Нам нужно немножечко подкрасить нижнюю губу. Теперь приклеиваем волосы. Вы только посмотрите, какой он получился красивый. Мы приступаем наконец-то к одежде. Так, это у меня красный футер. Двух нитка. Немного тонкая, но я проклеила все детали из футера. Вот они у меня. Для пояса и сапожек я выкроила из кожзама черного. Вот такой вот мех. Нам нужно соединить полочки с планками. Я их уже заутюжила. Полочку с планкой. Прокладываю строчку. Теперь переворачиваем. Подгибаем на 1 см. Укладываем. И прокладываем строчку еще раз. Можно потом сделать также с этой стороны одну отделочную строчку, чтобы было красиво. Вот так вот у нас получилось. Теперь сверху укладываем спинку и соединяем плеть. Соединяем с рукавами. А перед этим нам нужно соединить рукава с мехом. Вот так. Мы укладываем их лицом к лицу и прокладываем строчку. Вот так вот у меня получилось. Я еще сделала отделочные строчки. Сделала здесь рассечки, потому что ткань не тянется за клеевой. И сделала отделочные строчки. Складываем лицом к лицу рукава. И нам нужно будет пройтись по боковой. Начиная от рукава до низа кофты. И потом другую сторону. То же самое. Вывернули. И вот такая у нас красота получается. Вот так вот у нас. Здесь, где мех, совмещать стык. Здесь тоже самое подмышка. Кстати, нужно будет смотреть ворс. Если что. Нам нужно сложить лицом к лицу. Оставляем где-то полтора сантиметра. И его переворачиваем вот сюда. Это для того, чтобы, когда мы перевернем, у нас вот так вот в эту сторону переходил мех. Укалываем. По всей длине пройтись и соединить мех. Соединили мех. Также я кантиком окантовала горловину. У нас есть две детали. Вот такие вот. Мы складываем их лицом к лицу. И соединяем вот эти вот части. Вот так вот. Мы вот так вот складываем. Состыковываем швы. И сшиваем вот эту вот часть. Несколько рассечек. Выворачиваем. Я все-таки прошила резинкой. И нам нужно сшить колпачок в треугольник со сгибом. Нам нужно сшить вот эту вот часть. Также есть мех, который мы соединяем между собой концы. Тоже строчку прокладываем. Прошить вокруг. И выворачиваем. Пумпончик отрезал вот такой вот круг из меха. И таким же способом, как мы делали носик. Прошить вокруг. Натянуть. Внутрь засунуть немного холофайбера. И готово. Нитку не отрезаем. Сразу пришьем пумпончик. И готово. У нас остался пояс. Складываем пополам. Прошиваем. Выворачиваем. Делаем отделочные строчки по краям. Сапожки. Так же, как и на ногах. Прошиваем. Соединяем дном. Вот такой вот ремешочек у нас получился. Отделочные строчки. В магазине я увидела вот такую вот пряжку. Она очень красиво. Мне кажется, очень прям круто подходит. Золотые люверсы. У меня уже были. Прям очень красиво смотрится. Вот мы соединились с дном. И у нас еще есть вот такая вот деталька. Которую мы тоже вшили. Здесь нам нужно его надеть на сапожек. Вот так вот. И проложить строчку. Мы накладываем так, чтобы когда мы его вывернем, у нас получилось вот так вот. Лицо было наизнанке. Выворачиваем этот сапог. Видите? Нам нужно подгиб сделать. Чтоб сапог был вот с таким вот подгибом. Готово. Вы посмотрите на этого. Красавчик. То. Готово. Я, кстати, купила вот такие вот пуговицы золотые. Чтобы подходили под пряжку. Вау-вау. Я, честно говоря, не ожидала такого результата. И остается еще один штрих. Черные очечки. Кстати, такую проволоку я использовала, когда делала лампу-манекен. Там я плела абажур этой проволокой. Вот, кстати, она. Я попыталась сделать очечки. На ушки мне не хватило. Поэтому я подумала, что а не пройдемся без этого. Я не могу себе. Я не могу себе. Сейчас я буду делать. Я помогаю. А мы еще. Ты на поволоке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я очень сильно старалась, работала. Я уже, по-моему, третий или четвертый день снимаю. Не в плане того, что его сложно делать. На первый взгляд кажется, что сложно, но на самом деле по вот этому вот видео у вас обязательно все получится. Это можно было бы сделать побыстрее, но так как я еще снимала, это все занимает время. Плюс хочется, чтобы были красивые кадры с разных ракурсов. Я, кстати, думала, делать Миссанту или нет, потому что уже декабрь, и возможно, что вы не успеете создать своего Санту с помощью моих лекал и моего мастер-класса. Но решила, что все-таки хочу. Обязательно напишите комментарий под этим видео. Я буду очень ждать, буду отвечать каждому из вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много всего интересного. И я, наконец, наверное, обязуюсь почаще выкладывать видео. И, конечно же, лекала вас ждут внизу в описании под видео. Там будет написана ссылочка на лекала Санта-Клауса. Переходите по ссылочке, распечатываете в формате А4, склеиваете, потом вырезаете готовые лекала, и все, можете творить своего Санта-Клауса. Ну, а я с вами прощаюсь. До очень-очень скорой встречи. Всех целую. Всем пока.